Время часто беспощадно к культурному наследию, оставленному нам предшественниками. К сожалению, главной причиной досадных утрат и восполнимых потерь становится сам человек. Такое называется человеческий фактор. Антропогенное воздействие, увы. Привет, дорогие друзья и подписчики Зоотроп снова с вами. И сегодня мы, конечно, поговорим за нашу любимую Одессу. Вы знаете, архитекторы, строители, художники, которые создавали здания в дореволюционной Одессе, всегда уделяли большое внимание мелочам. Как нам сейчас кажется, что это мелочи. На то время каждая мелочь, каждая изюминка придавала шарм, придавала красоту этим зданиям. И сегодня мы как раз про эти мелочи поговорим. Начинаем мы с вами на французском бульваре. Сзади нас известное здание. И сегодня не совсем то, что касается темы сегодняшнего ролика, но точно также маленькие архитектурные изыски. Смотрите, просто входная группа, просто калитка. А над ней красивые металлические изваяния, которые действительно привлекают свое внимание. Итак, двигаемся вперед. Зоотроп работает для вас. С вас подпиской и лайк. Мы погнали наше путешествие. Сегодня будет очень много адресов, очень много будет интересных моментов. И я надеюсь, что вам это будет интересно. С вас подпиской и лайк. Погнали. Сегодня мы поговорим о большой группе. Как раз вот тех самых маленьких нюансов на зданиях. Это флагодержатели, которые были нужны всегда. Как в хорошие моменты, так и в плохие моменты. Всегда вывешивается флаг, знамя. И на каждом здании эти флагодержатели были. Сегодня мы по ним и проедемся и покажем. Очень много, очень большое разнообразие в Одессе эти флагодержатели. И многие сохранились более 100 лет. Итак, смотрим. Архитектор Влодек. 1895 год. Посмотрите, какие ажурные красивые флагодержатели. Это у нас французский бульвар 10. Красота. А еще здесь, прямо под ним, сохранился вот такой вот ажурный колесоотбойник. Раз мы уже здесь, то показываем все подробно. Следующий наш объект, это многим известное красивое здание Пироговская 13. Вот так оно выглядит сегодня. Но про здание, про это отдельно будет ролик. А сегодня нас интересует флагодержатель на нем. Уникальный флагодержатель, как в принципе и все, которые мы будем показывать в сегодняшнем нашем ролике. Подробно и красиво освещая их со всех сторон. Вот так вот он выглядит. Ажурный и уникальный. Друзья, показываем все для вас. Такого видео точно вам никто не покажет и не сделает. Только зоотроп и его команда. Мы следуем с вами дальше нашу любимую архитектуру Одессы. Находимся мы на улице Ясной, как вы видите, номер 6. Ну просто, опять-таки, находясь возле этого дома, мы не можем его не показать. Хотя он уже в наших роликах был. Все эти улочки Ясная и Отрадная были у нас в определенном ролике. Когда не смотрел, обязательно посмотрите. А сегодня нас интересует вот этот вот красивый дом, который памятник архитектуры. На котором балконы поотламывались, вот так их позамазывали. Дом Слупецких. Красивые вот такие ворота. И здесь уникальные флагодержатели. Ну, в принципе, эти ворота уникальные. И флагодержатели продолжают эту тему. Видите, такие как подвески красивые. И вот те самые флагодержатели. Флагодержатели в виде рога изобилия. Они, конечно, уже все раскрылись. Видите, как гниет все это, падает. Но, тем не менее, флагшток вставлялся вот сюда, вовнутрь, в это отверстие. Вот такая вот красота. Да, нижнюю часть здесь какую-то отломали. Ага, вот видите, вот так вот он выглядел когда-то. Вот он. А, увы, нижней части, которая была вот тут вот этот завитушек, ее уже нет. Итак, это у нас ясная в дом 3. Двигаемся дальше. Показано все самое-самое интересное. Отдельную группу составляют флагодержатели, выполненные в виде гнезда. Для размещения древка, углубленного в стене. Входное отверстие гнезда оформлено обрамлением в виде декоративной накладки. Это литые или кованые декоративные накладки, имеющие форму розеток. И вот как раз именно такой флагодержатель, такая накладка, которая находится на улице Отрадная, 14. Видите, такой вот он яркий, красивый здесь был лепесточки. Ну, уже много наслоений краски. И, конечно, как таковое, в принципе, пробегая быстро, не зная что, вы особо не увидите. Но они есть, и есть оба. Ну, а здесь использовали его для входа проводов, вместо того, чтобы держать флаг. Вот такие вот флагодержатели есть еще в истории Одессы. Это дом постройки начала 20 века. Видите, какая красивая фрамуга, с которой мы начали здесь над дверью. И такие флагодержатели. Итак, двигаемся дальше. Это только самое начало нашего ролика. И вот теперь мы переносимся в 1911 год, когда было построено вот это шикарное здание на улице Белинского по номерам 14, архитектор Прохаско. И здесь точно также есть уникальные флагодержатели. Вот такой вот красивый в виде ажурных таких, наверное, цветов, лилий. Да, что-то от лилии прослеживается с такими завитками, которые были закрашены много-много раз. Но он сохранился. Их два. Да, с этой стороны чуть меньше наслоений, но все равно они есть. Видите, отсыпаются наслоения, количество слоя краски. Конечно, такие вещи должны быть сделаны копией в музей, потому что очень скоро они просто исчезают, скорее всего, с улиц нашего города. Цените и любите такие мелочи и обращайте на них внимание. Это улица Еврейская 2. Красивый дом, который тоже выпадал уже много раз в наши ролики. И здесь тоже есть красивые флагодержатели. Но не вот этот, хотя тоже эта история, видите, со звездой. Такие были сделаны в советское время. Но на этом месте, где втулили вот этот вот ящик, какой-то силовой, судя по всему, здесь был другой. Уцелел только один. Вот он. Посмотрите, какая красота. Это 1902 год постройки, автор Дмитренко. Посмотрите, какая прелесть. Кажется, вроде бы все просто, но ажурно и интересно. Друзья, смотрите в детали всегда. Когда вы гуляете по городам, когда вы гуляете по каким-то музеям, вдавайтесь в подробности и вдавайтесь в нюансы. Мелкие нюансы. И вот, дорогие друзья, мы прибыли к следующему адресу, где вот такой вот шикарный надвородный люнет. С годом 1900. Это творение авторства. Очень известного и шикарного архитектора. Вот с такими вот воротами. Посмотрите на воротах, какие головы. Ворота, к сожалению, стоят уже не рабочие, но очень классные. Мы про этот дом тоже снимали уже неоднократно ролики. И вот мы теперь вам показываем, какие здесь... А, да, архитектор Ленецкий. Я не сказал, что архитектор, а не сказал, что Ленецкий. И вот мы вам показываем. Это у нас канатная 7. Вот такой вот флагодержатель в виде листов. И в нем в центре трубка. Видите, как листики такие красивые сдерживают этот флагшток. Вот так вот есть табличка о том, что построен Ленецким в 1900 году. К сожалению, дом находится в печальном состоянии, как, в принципе, и его флагодержатели. Вот так вот он выглядит отсюда. Красота. Но, увы, печальная картина сохранности нашей всей архитектуры. Итак, двигаемся дальше. Показываем все самое интересное и самое красивое. Зоотроп работает для вас. И, друзья, сразу переходя от вот этого дома красивого Ленецкого, переходим к колледжу Маринеско. Здесь на колледже это тоже памятник архитектуры 1902-1903 год. Есть вот такие вот шикарные флагодержатели. Правда, для того, чтобы понять, как они выглядели, нужно смотреть сразу два. Потому что в этом, смотрите, есть нижняя часть вот эта. И, в принципе, все остальное обломано. А вот в этом правом нет нижней части. Видите, вот она обломана наоборот. Но есть верхняя часть, которая держала непосредственно сам флагшток. И вот этот вот лепесток, на котором она приварена. Они здесь сохранились. Вот такая вот красота была сделана в те годы. Ажурно, красиво, шикарно. Прогуливаясь в поисках флагодержателей, мы набрели на еще одну интересную находку, на которую раньше не обращали внимание. Это у нас канатная А9, доходный дом Урусова. Смотрите, здесь отбойноколесные тумбы с лицами. Видите, вот такое вот лицо на ней. Это, в принципе, довольно-таки большая редкость. Обычно они просто были круглые. Эти металлические с лицом, с ликом. И видно, что он пустой. Ну, конечно, они же металлические. Вот. Проломано. И видно, что там внутри пустота. Видите, лицо уцелело. Ну, вот в таком они состоянии находятся здесь и сейчас. Тоже та самая мелочь. Те самые нюансы, о которых я вам говорил в начале, что их применяли для украшения домов. Вот именно в мелочах была всегда красота. И вот, друзья, Сабанский переулок 1. Вот такие вот флагодержатели уникальные. Точнее сказать все, что от них осталось. Это были флагодержатели в виде колчана для стрел со стрелами. Интересная такая тема. Это у нас Сабанский переулок 1. Любимая улица Пушкинская, нынешняя Итальянская. Номер дома 32. Вот такой вот здесь флагодержатель. Уникальный в своем роде. Он единственный такой на весь город. Действительно красота. Видите, как это было ажурно все сделано. И до сих пор они достояли. Их всего 4 флагодержателя есть на двух входах. Это у нас 1910 год. Архитектор Кундерт. Действительно красота. Итак, двигаемся дальше. Смотрим следующий дом. Пушкинская 28. Ажурные ворота. Красивый дом Курле. Вторая половина 19 века. И вот такой вот флагодержатель. При этом смотрите, этот флагодержатель не используется. Рядом налепили вот такой вот просто металлический с двух труб. И в него уже вставлен древог флага Украины. Ну а действительно было интересно. Правда, видите, его весь погнули. Весь пытались поломать. Но он красивый, ажурный. И он останется в нашей памяти. Итак, следующий наш адрес. Это, конечно же, дом Гринберга. Архитектор Ленецкий. Это Решильевская. 24 угол Жуковского. Очень красивые двери. Ну, остатки от них точнее. И, конечно же, то, что нас интересует, флагодержатель. Есть охранная табличка. И вот так вот выглядит на сегодня этот самый флагодержатель. Который, к сожалению, остался один на весь дом. И его уже, как только могли, закрасили, зачухали. И все, что можно было, с него отломали. Но, тем не менее, в нашем ролике он останется в истории для вас. Вот такая вот была когда-то красота. Увы, все, что от него осталось. Следующий наш адрес. Мы находимся на улице Решильевская, 9. Многие знают, здесь был рынок еды когда-то. Сейчас, судя по всему, он закрытый. Здесь над флагодержатели немного поиздевались. Давайте мы вам расскажем, как оно выглядело. Вот как оно выглядит сейчас. На самом деле, оригинальный флагодержатель вот этот вот. И была выемка. То есть, это была розетка под флаг. Видите, вот она шла. Такая вот овальная. В нее потом всунули вот эту трубу. Взяли, заварили. И сделали вот такой вот тройной флагшток. Причем сделали это с обоих сторон. Тут вообще, видите, просто-напросто, судя по всему, отломали ее и заштукатурили. Поэтому осталась только одна. И никто не знает, что когда-то Минкус придумал это именно так. Ну, теперь вы знаете точно. Мы вам это показали. Итак, двигаемся дальше, к следующему адресу. Впереди у нас, конечно, музей западного и восточного искусства. Про это здание очень много мы снимали и показывали. Это дворец Абазы. А напротив у нас банк Порто Франко. И, конечно, номер 10 по улице Пушкинской. Нынешней итальянской. Вот такой вот шикарный флагодержатель. Ориентировочно постройки, точнее установки 1903 года. Архитектор Бернардаци. Посмотрите, какое изящество. Как это все красиво. И завитки. Да, кстати, вот Вика правильно показывает. Вот здесь, на этом, уже чего-то не хватает. А вот и нижней части, обратите внимание, нет. И задней части. А вот тут вот он сохранился в первозданном, скажем так. Ну, почти в первозданном виде. Нижняя часть есть. И есть вот этот задний завитушечек, такая шишечка. Действительно интересно и красиво. Вообще здание очень классное, очень печально, что оно находится в таком состоянии, что оно рушится, падает. И не имеет должного хозяина. Увы, такие вот огромные тумбы, колесо отбойные здесь. Действительно, все это красиво. Но, опять-таки, у нас есть подробное видео по данному зданию, с приближением к каждому элементу, с рассказом про него. Поэтому смотрите на нашем канале и другие видео в том числе. Ну, а сегодня мы двигаемся только по флагодержателям. Двигаемся вперед. Пока, наверное, дальше по улице Пушкинской. И, конечно же, мы не могли, находясь на Пушкинской, не подойти к зданию бывшей биржи нынешней филармонии. У нас был про нее ролик. Мы вам подробно показывали все эти красивые исчерения в архитектуре. Но сегодня касается только флагодержателей. Мы дальше еще покажем вам флагодержатель этот в виде головы льва ближе. Но тут мы, конечно, пройти его не могли. Как раз еще и стоит флаг Одессы в нем. Вот так он выглядит на сегодня. Ну и вот так вот печально, увы, падающей на голову выглядит одесская филармония. Печально. Увы, печально. Ну, а теперь мы двигаемся дальше. Показываем все самое интересное и самое актуальное. Следующий наш адрес это Успенская 7, улица Успенская. Дом архитектора Прохаски. Доходный дом Катыревской. Ну, так, по крайней мере, согласно охранной табличке. В зрении, какой красивый здесь надворот или люнет сохранился. Ворота, конечно, не сохранились. Ворота уже переделаны. И вот, сохранился один, второй выковыренный. Тот самый флагодержатель. Видите, он тоже такого розеточного типа. Входит во внутрь и вот так вот он красиво сделан. Видите, эта тема была у Прохаски очень развита. Именно такие флагодержатели. Ну, один остался и то хорошо. Мы сможем вам его показать, как оно выглядело в то время. Самое интересное, конечно, еще впереди это головы мифических животных. Все это вы увидите в нашем ролике. Итак, двигаемся дальше по нашей любимой Одессе, маме. И вот мы возле следующего красивого, интересного адреса в Канатном переулке номер 5. Такие вот высокие красивые ворота интересной формы. И самое главное, что нас интересуют наши флагодержатели. Когда-то они были вот тоже розеточного типа. Вот тут было место для древка. Но потом в советское время были сделаны вот эти вот адрогла со звездами. И вставлены как раз в это место. Видите, то есть в принципе ничего не осталось. Здесь был в виде цветочка, в виде лилии. Вот она раз лепесток, вот два лепестка. И здесь сверху был как бы цветочек. Но, к сожалению, вот такой вид. Причем это сделано с обоих сторон. Видите, вот. Тут даже остался от цветочка вот такой вот маленький бурубушек. Хотя слои краски, конечно, здесь впечатляют. Вот он. Видите, вот если так смотреть, то очень хорошо видно. Вот он. Раз, два. Ствол. Тут был как бы дырочкой от цветочек. И сверху лепестки. Ну, вот так оно выглядит на сегодня. Красивое, интересное творение. 1912 год. Архитектор Гольденберг. Но, увы, то, что имеем на сейчас. Мы находимся на Ришельевской. Вот такой вот шикарный дом. Но про него мы отдельно снимем и покажем. Правда, он, конечно, весь сыпется. Очень много красивой лепнины. Это у нас Ришельевская, 67. Доходный дом. Начало 20 века. Очень много красивой лепнины. Но, увы, она вся рушится. И вот здесь как раз есть такие вот флагодержатели. Смотрите, насколько интересно. Это голова то ли льва, то ли волка. Сверху здесь место под древко было. Но его уже нет, кстати. Ведь его вот здесь вот заделали. Их было. Вот. На этом хорошо видно. Вот тут вот оно. Ну, тут ему кто-то уже нарисовал, поиздевался. Ему нарисовал. Да. Или кто-то пытался вырвать. И вот здесь как раз место под древко. Раз. Видите, вот оно в центре. Вот так оно выглядело первоначально. Вот такой вот оригинальный тоже флагодержатель есть в Одессе. Ну, руки, чтобы не отсохли у тех, кто это намалевал. Итак, друзья, двигаемся дальше. Мы показываем все самое интересное и самое актуальное. Это памятник архитектуры Учбова будивля 1902-1903 год. Красивое здание вот такое на Софиевской 26. И здесь точно так же вот как раз возле центрального бывшего входа есть вот такие вот розеточного типа флагодержатели. Смотрите, да, они вроде бы все похожи. То есть флагшток вставляется вовнутрь, снаружи сама розетка, но они все, каждый по-своему уникален и удивительный. Видите, здесь тоже какая-то была бубочка такая сверху отверстие. Ну, все это закрашено и увидим его уже в таком виде, как он есть на сегодня. Особый интерес, конечно же, вызывают флагодержатели, выполненные в виде мифических существ. Грифоны, разные с крыльями, с химерами и со всем остальным. Именно к такому флагодержателю мы сейчас приближаемся. Находится он на улице, вот в этом дворе, точнее на выходе с этого двора. Это у нас Преображенская 18. Посмотрите, какая красота. Сейчас мы покажем вам его более подробно. Итак, двигаемся. Мы переходим к самой вкусной части, которая находится в самом центре города. Итак, оставайтесь с нами, мы продолжаем наше путешествие. Итак, находимся мы возле дома, памятника архитектуры, дома Машевского, 1903 год. И здесь вот такое вот уникальное существо. Знаете, как грифоны? Фантастические существа с телом льва, орлиным клювом, крыльями были известны давно. И, конечно же, в архитектуре не исключение, они тоже применялись. И вот таким вот образом изощренным изображались. Красиво. Про этот дом у нас есть большой ролик. К сожалению, печальная судьба дома, печальное его состояние. Но эти флагодержатели еще до сих пор остались на своем месте. Их два. Хотя рядом сделаны вот такой вот флагодержатель. Конечно же, чтобы плохо не выразиться, из куска трубы и в него вставлен флаг Украины. Хотя реально эти флагодержатели шикарные просто. Просто шикарные. Ну, как, в принципе, и само здание, весь фасад здания. Когда-то был шикарный. Двери. Посмотрите, какая лепнина. Ну, и опять-таки падающая, рушащаяся кровля, карнизы, балконы и все это есть. Посмотрите подробный ролик про это здание у нас есть на канале со всеми приближениями. Ну, а мы двигаемся дальше. Сейчас мы пойдем вот туда за угол на улицу Маяковского. Оставайтесь с нами. И вот мы с вами двигаемся по улице Маяковского. По ней у нас тоже был подробный ролик. Можете посмотреть. С розыгрышем книги, кстати, был. И двигаемся мы к номеру 3 по улице Маяковского. Дом построенный в 1899 году. Очень такой красивый, действительно впечатляющая лепнина, впечатляющая архитектура. Более подробно вы можете посмотреть на нашем канале. Почему многие знают именно этого? Очень много в виде львов, голов львов с коронами держателей. Но именно это знают, потому что здесь есть еще одна интересная табличка. Помимо того, что здесь уцелел люнет. Вот такой вот красивый. Вот эти флагодержатели. Вот он, видите? То есть, вот он сам флагодержатель. И вот здесь вот флагшток, в который вставлялся непосредственно держак флага. А еще здесь есть вот такая вот сохранившаяся табличка «Дом трезвенников». Но, насколько мне известно, она сюда перенесена. Она была первоначально не здесь. Может быть, конечно, меня неправильно информировали. И, честно, я того времени, когда был этот дом трезвенников, не застал. Итак, теперь мы двигаемся дальше по этой же улице, к следующему дому под номером 5. Друзья, я немножко оговорился. Так, мы подошли первоначально к номеру 8. Я начал рассказывать про номер 3. Сейчас мы, конечно же, спустимся к дому номер 5 и к дому номер 3. Простите за такую оговорку. Все снимаем в режиме онлайн. Без пересъема и без какой-то постановки. Дом номер 5. Здесь сейчас госотель «Потемкин». И вот сохранился один из двух флагодержателей. Он, конечно, вроде как простой, но он уникальный в своем роде. Потому что подобных, в принципе, в Одессе сохранившихся тоже нет. Видите, вот так, в виде таких вот раскрытых как бы стрел он выглядит. Ну, а теперь двигаемся к дому номер 3. Очень красивый дом по фасаду. Но, правда, опять-таки, был он красивый, когда его первоначально создавали. Сейчас, к сожалению, фасад в печальном состоянии. И здесь как раз тоже львы. Но немножко другие, в отличие от тех, которые мы вам показали возле восьмого номера. Вот он номер 3. Вот тут они, видите, стоят ниже. И тут они как бы усеченные. Видите, вот здесь хорошо видно, куда вставляется древко. Ну, люди сюда ныкают сигареты, когда курят. И вот он сам лев. Видите, нижняя часть у него как бы, если там у льва она была, именно как у льва морда, то здесь она пустота. А сюда проходил, вот видите, пустота. И сюда проходил, просто упирался в флаг вот в эту часть. Ну, вот так вот она выглядит. И вот мы плавно спустились с Маяковского на улицу Гоголя и идем смотреть на ней украшение фасадов. Итак, оставайтесь с нами. Мы пришли на улицу Гоголя 21. Это двухэтажный жилой дом 1870-1890 год постройки. И здесь вот такие вот уникальные флагодержатели, тоже розеточного типа. Видите, флаг вставлялся древком вовнутрь. Сверху вот эта часть обломанная. Здесь еще был кусочек на обоих. Архитектор Прохаско. Вот такая вот красота. Это у нас Гоголя 21. Но на Гоголя это еще не все уникальные флагодержатели. Итак, двигаемся дальше. Следующий наш адрес это Гоголя 13. Возле всем известного дома Гоголя, который сейчас находится на реконструкции. Пытаются его сделать, привести в порядок. А нас интересует флигель и дом Ковалевского 1846 года постройки. Но, опять-таки, как указано на сохранной табличке, сохранного договора. И здесь есть вот такие еще львы с открытыми ртами. Они похожи на те, которые мы вам показали на двух предыдущих адресах. Но немножко отличаются. Итак, вот такая красота есть у нас в Одессе. Давайте посмотрим его ближе. Двигаемся поближе и смотрим этих самых львов. Видите, сверху вставлялся древок. Туда вот за корону. И как бы вот так вот красиво флаг развивался над головой этого самого мифического льва. Все львы, они вроде бы как похожи, но они реально все разные. Хотя были, конечно, и повторяющиеся тоже отлитые на одном предприятии. Посмотрите, еще пробегая какую мелочь интересную ажурную мы увидели. Это вентиляционная решетка, которая выходила на фасад. И вот так она кажется действительно мелочь. Да, могли просто сделать какие-нибудь дырочки и все. Но нет, сделали красивую такую ажурную, литую. Она маленькая, она на самом деле где-то 20 на 25 или 22 сантиметра, но состоящая из двух частей. Но очень красиво. В основном такие применялись внутри зданий, на улицу водились редко. А здесь вывели на улицу. Это у нас Гоголя 15, если не ошибаюсь. Итак, двигаемся дальше. Теперь мы двигаемся на Европейскую площадь. Бывшую площадь Екатерининскую. Итак, и вот мы находимся на площади Екатерининской. Вы видите вот такую красоту. Тоже розеточного типа. Их здесь много на фасаде, но только одна уцелела с закрывашкой. К сожалению, закрывашка то ли заварена, то ли закрашена. Она не открывается, но это было очень красиво. Это у нас архитектор Буфо, 1830 год постройки. Итак, двигаемся дальше. Итак, и мы дальше продолжаем движение по Екатерининской площади. Нынешней, как я уже сказал, Европейской площади. И плавно переходим на улицу Екатерининскую, нынешнюю Европейскую. Номер 2. Это здание постройки 1902-1903 годов. Очень интересно. И здесь есть тоже интересный флагодержатель. Тоже, конечно же, розеточного вида. Итак, давайте его лицезреть. К сожалению, состояние его весьма печальное, как и самого здания. Сегодня суббота. И вот так вот довольно-таки пустынный сегодня наш Приморский бульвар. Увы, это так. Ну, правда, похолодало. Сегодня в Одессе было плюс 6 утром. Сейчас чуть теплее, но все равно людей довольно-таки мало. Плюс вчерашняя ракетная атака очень сказывается на людях, которые гуляют по городу. Ну, а мы двигаемся дальше по Приморскому бульвару к 11 номеру. Показывать вам следующие флагодержатели. Увы, мы пришли к 11 номеру, как у нас было отмечено в наших трудах о том, что здесь должен быть интересный флагодержатель. Но, увы, здесь вот такие вот советского типа просто труба. Хотя здесь должны были быть красивые ажурные флагодержатели. Но, увы, лондонская, видимо, претерпела изменения. Итак, двигаемся дальше. Сама лондонская тоже в весьма печальном состоянии находится. Друзья, видите, мы не ошиблись таки с номером, таки правильно, 11. Только он находится над балконом. Вот он. К сожалению, камера сейчас не приблизит, но мы его вам покажем. Вот он. Вот он, вдалеке. Мы еще попытаемся сделать фотографию, приложить фотографию. Видите, наша Виктория, глазастая, умничка. Нашла, долго обсматривала здание и все-таки его нашла. Где они находятся? Наверное, на двух балконах, да? Ну да, на всех балконах они находятся с этой стороны. Но, единственное, что нету, опять-таки, древка. Да, вот был для древка, вот сам этот полукруг. И вот здесь была стойка, в которую вставлялось древко, флага. Ну, вот такая вот картина. Сейчас сделаем приближение. Прогуливаясь дальше на вот этом здании, начиная присматриваться, мы увидели вот такой вот неприметный флагодержатель, который, к сожалению, сейчас находится в плохом состоянии. Его залепили, заштукатурили, и он больше не откроется. Сейчас покажем поближе. Вот сейчас мы двигаемся дальше к нему, ближе. Он простенький, без особенно каких-то деталей, но тоже с закрывашкой, что очень интересно. К сожалению, его не хотели сохранить, залепили. Ну, двигаемся дальше. Мы возле, конечно, всеми известного вам фонтана, возле оперного театра. Это у нас переулок Чайковского. Про него у нас тоже есть подробный ролик. Мы гуляли, показывали. И сейчас нас интересует дом под номером 4. Он в весьма печальном состоянии. Падающая карниза, вот там наверху красивая, такой лик девушки молодой. Но, опять-таки, кому интересно, посмотрите, у нас есть подробное видео. И здесь сохранился вот такой флагодержатель. Опять-таки, в виде гнезда с розеткой. И видите, оформлен декоративным карточем. Правда, он весь поломанный. Я думаю, что очень скоро его уже никто не увидит. Увы, печально, но он сохранится в нашем видео. Все для вас, друзья. Показываем честно, открыто и откровенно. Очень интересно, очень красиво. Итак, двигаемся дальше. Это еще не все на сегодня. Конечно, прогуливаясь дальше, мы не можем не снять изюминку Одессы. Хотя очень много уже было у нас роликов про и про непосредственно фонтан, и про оперный театр. Но каждый раз все это видится по-своему. Конечно, фотографируются невесты. Все ярко, красиво. Вот такая осень в нашей любимой Одессе. Середина октября. Да, кто не видел еще видео про скульптуры, оригинальные скульптуры с оперного театра у нас на канале, обязательно посмотрите. Ведь сейчас на оперном театре не оригинальные скульптуры. А где оригинальные, у нас показаны в каком они состоянии тоже. Так что двигаемся дальше. И вот мы еще раз возле оперного театра и еще раз вам показываем львов. Дом Новоротского с памятной табличкой, освеженной, обновленной. И вот такие вот львы подобных мы уже видели. Они все очень похожи, но в каждом какая-то маленькая изюминка. И сверху, как я уже вам говорил, вставляется древко флага. Ну, с фасадом тоже здесь печальная картина. Увы. Хотя это самый центр, что ни на есть, города Одессы. Итак, двигаемся дальше. Еще не все на сегодня. Самое вкусное впереди. Конечно же, прогуливаясь через горсад от адреса к адресу, мы не могли не захватить наш любимый фонтан и эту альтанку. Кстати, с этого ракурса мы вам ее никогда не показывали. Именно с альтанки. Вот так выглядит альтанка. И вот так выглядит гостиница недостроенная, новодел. А тут сам фонтан. Такая вот яркая красота. Красиво. Хорошо. Фонтан еще не закрыт. Хотя скоро уже начали закрывать в Одессе фонтаны. И он тоже скоро будет законсервирован на зимнее хранение. Итак, двигаемся дальше по нашим запланированным адресам. Дорогие друзья, мы находимся с вами на следующем адресе. Пастера 60. Дом дворянина Ивана Михайловича Бузны. Смотрите, тоже весь весьма в печальном состоянии по фасаду. Но здесь есть тоже уникальная в своем роде. Конечно, простая розеточного типа, но уникальная. Кстати, даже во многие издания, которые были про розетки и про флагодержатели в Одессе, она тоже не вошла. Поэтому, в принципе, мы показываем вам как уникальность. Даже те, кто читал и знает эти издания, такую не видел. А вот смотрите, как оно выглядело. То есть вот эта вот накладка идет из тонкого металла, а внутри смуровывалась вот эта труба так называемая. А вот как она выглядела сама труба. Видите? Вот она здесь оборвана, розетка обломана, а труба осталась. Здесь, конечно, флагодержатели тоже в виде Львов. Но я думаю, что многим будет приятно увидеть это здание и вспомнить, как здесь кто-то учился из вас. Одесский национальный университет имени Мечникова. Главный корпус. А напротив, технологический институт. Институт холода. Друзья, кто учился в этих институтах, пишите. Думаю, вы, конечно же, вместе с нами гуляете по Одессе и по всей Украине. И вот, конечно же, здание Грековки, которое уже попадало в наши видео другие. Это улица Преображенская, 16. Архитектор Маранди. Есть вот такой вот флагодержатель. Он, с одной стороны, очень простой, с другой стороны, ажурный и уникальный. Посмотрите, под какой толстый древок было сделано основание. Оно реально интересно. Ну, вот такое вот тоже сохранилось. Да, видите, а тут вот, а тут в этом, в этом доме вот так вот. С этой стороны кто-то тщательно что-то пытался доварить, доделать. Ну, видите, они оба сохранились. Поэтому, в принципе, мы можем их еще на сегодня лицезреть. И вот мы с вами плавно переместились на улицу Льва Толстого. Сейчас у нас опять творчество Минкуса, архитектора. Это у нас Льва Толстого, 10. Вот такой вот дом. К сожалению, по фасаду много тоже моментов, много вопросов. Но нас сегодня опять-таки интересуют конкретные моменты. Здесь есть сохраненная табличка. Дом К и Л Шестопал. И нас интересуют вот эти флагодержатели. Посмотрите, как они были ажурно сделаны в виде розетки с такими вот листочками, сходящими вниз как бы лавровый лист, да, лавровый венок. И в центре вот такая вот ажурная труба для вставления древка. Вся входная группа оформлена очень оригинально. Ворота. И плюс вот эти вот такие надвершие, видите, где, ну, переделана уже фрамуга над воротами. Люнет переделанный, но оставлены выкрашенные в золотой цвет. Вот эти вот части, которые были на нем. Интересно. И во всем здании полностью прослеживается один единый стиль. Действительно, у Минкуса он очень выделяется, специфически выделяется. Красивые очень двери парадные, но я думаю, что по этому дому мы вам снимем отдельный полный ролик. Итак, еще один флагодержатель в копилку нашего сегодняшнего ролика. Ну, а тут как раз очень хорошо видно, как флагодержатель нынешний над флагодержателем того времени. Хотя, почему было не использовать его, ну, непонятно, зачем было лепить сюда вот эту вот трубу. Да, надо было испортить фасад, правильно Виктория говорит. Ну, как есть. Дальше наш следующий адрес. Это, конечно, улица Нежинская. Улица Нежинская, 59. Сохранился оригинальный люнет на этом красивом доме. Дом очень такой насыщенный орнаментами всевозможными. Но нас опять-таки интересуют флагодержатели. На одном флагодержателе, видите, сушат уже букетики. Тут присандалили в наглую когда-то вот такой второй флагодержатель. Взяли к нему, приварили и закрыли красивую лилию, которая была. Ну, кощунственно, честно сказать. Но на втором все это сохранилось. Хотя, весьма тоже спорно. Почему? Потому что вот этот вот держак, это не оригинальный держак. Оригинальный держак, вот он, видите, вот. Вот, хорошо видно, вот. Вот сюда выходило и вот сюда нижнее отверстие. Вот оно, раз и два. Сюда вставлялся флаг. Зачем было приваривать вот эту вот порнографию? Ну, я не знаю. Ну, видите, сверху венчает лилия весь флагодержатель. Красиво, оригинально. Такая вот красота тоже имеется. Это у нас архитектор Маас, 1875 год. Представляете себе, какая красота, да? Более 150 лет флагодержателем, как и этому дому. Видите, наша Виктория, мы с ней ходим, снимаем. Она, конечно, в шоке от того, что на это никогда, на эти мелочи, в принципе, не обращала внимания. Ну, какие-то там красивые с драконами, да. Но все остальные нет. А теперь мы двигаемся к одному, наверное, из самых красивых флагодержателей. Ну, скажем так, по крайней мере, самых ярких и самых запоминающихся. Итак, двигаемся вперед. И вот мы, конечно же, находимся на улице Новосельского. Вспоминаем нашего друга, машина которого стоит. Жорик его, неизменный, который его никогда не подводил. Дорогой наш Ленчик, к сожалению, ушел из жизни. Все, кто знал, давайте его помянем. Ну, а мы, почему мы здесь, потому что здесь, наверное, как я уже сказал, одни из самых красивых флагодержателей, ярких, которые есть в Одессе. Их два. Это у нас ориентировочно 1911 год. Архитектор Прохаска. Вот такие вот символические, мифические существа в виде тех самых, ну, каких-то, наверное, драконов, которые языком держат этот самый флагодержатель, флагшток последствий. А вы знаете, вот даже, честно, на уровне... Смотрите, какие здесь ворота красивые, в том числе, оригинальные еще сохранились. Видите, поставили вторые ворота, вместо того, чтобы привести вот эти в порядок. Ну, опять-таки, такое. Но, хотя бы на месте местных жителей взяли бы, не просто их красили, вот как их мазюкали, а взяли бы, вышли, обожгли, придали им первоначальный вид, покрасили. Действительно, вот каждая вот эта вот, смотрите, бубочка вот была. Видите, краска вся облазит уже, вот на оригинальный металл. Оно было бы реально красиво и хорошо. Смотрите, как руками, видите, руки у дракона, которые держат этот самый флагшток и языком придерживая. Реально круто. Нет, рядом поставили, потому что флагодиратель живой, рядом прикрутили вот такой вот металлический, и в него вставили флаг. Ну, опять-таки, зачем, спрашивается, если есть оба? Наша Виктория нашла, что они разные, а у второго по-другому рот. Рот не обломанный просто-напросто, вот эти вот части на рту, видите? Вот так вот, вот так, да, тут уже врос кампсис в него, видите, как красиво. Но, опять-таки, рядом спиндюченный вот так вот другой флагшток. Зачем? Ну, я не знаю, честно сказать. Друзья, вот такая вот красота есть у нас в Одессе. Мы показываем вам все то, что мы можем найти и то, что до сих пор сохранилось. Честно, открыто и откровенно. Это у нас Новосельского 75. Приходите, фотографируйте, наслаждайтесь и делитесь этой красотой. И, конечно, путешествуйте и гуляйте с нами. И так это еще не все, у нас еще осталось несколько интересных адресов. Конечно, мы не покажем все флагодержатели, которые есть по Одессе. Но самые яркие, самые интересные, самые красивые, самые запоминающиеся, конечно, войдут в наш сегодняшний ролик. Следующий наш адрес, это у нас Льва Толстого 7. Простая, с одной стороны, розетка, но, тем не менее, тоже заслуживающее уважение. Которую просто, видите, все время заштукатурили. Она была с орнаментом, вот видно, он прослеживается. Но просто на нее нанесли штукатурку, когда делали реставрацию этого фасада или ремонт очередного. Видите? Вот так вот похабно, шубу набросили. Но розетка вот такая вот была. К сожалению, мы не видим ее первозданный вид, хотя можно было бы, конечно, отколупать и посмотреть. Но мы этого делать не будем. Оставим это архитекторам, которые когда-нибудь, может быть, будут восстанавливать этот фасад памятника архитектуры дома под номером 7. И вот мы перенеслись на Троицкую, угол улицы Преображенской. Здесь у нас есть интересный дом, вот такой вот угловой, авторство Ландесмана, 1910 год. И здесь сразу два одновременно уже, как мы вам показывали, львы и уникальная в своем роде розетка. Потому что все розетки, которые были до того, они немножко отличались от этой. И это опять-таки уникально. Видите? Она идет такими вот волнистыми чешуйками. Внутри древко вставлялось. И вот здесь как раз была, видите, обломана та самая ключница, скажем так, закрывашка, которая опускалась и закрывала вот эту дырку, чтобы там не вселились пчелы и осы. И она ничем не забывалась. Но она обломана. Лев сохранился. И у льва в голове точно так же вот здесь вот есть место под древко. Ну и уже таких львов мы видели. Со второй стороны, к сожалению, не уцелело этот флагодержатель. Итак, двигаемся дальше. По улице Троицкая у нас есть еще один интересный экспонат. Под звуки воздушной тревоги мы заканчиваем съемки нашего сегодняшнего ролика. Еще у нас осталось несколько адресов. И сейчас конкретно адрес Троицкая, 48. Интересные очень флагодержатели. Это у нас ориентировочно 1912 год. Архитектор-инженер Сайфель. И вот такие вот здесь сделаны флагодержатели. Видите, он вмонтирован в колонну. Красивые такие круглые колонны. Флагодержатель тоже вовнутрь входит сам. И здесь вот такие вот, да, вроде бы все просто. Шарики, клепочки. Но это действительно интересно. Что самое интересное, на этом доме номер 48 есть еще один вид флагодержателей, который опять-таки не вошел даже в то же самое издание флагодержателей, которое в свое время издал Александр Фридман. И мы их тоже нашли на этом же доме. Смотрите. Троицкая, 48. Оно вроде бы очень просто, да. Но при этом оно тоже оригинально, тоже розеточного типа. Вот такие вот они ромбовидные. Просто, но действительно очень стильно и аккуратно. И как раз подходит под архитектуру этого фасада, этого дома. Итак, друзья, у нас еще осталось несколько адресов. Мы их быстренько сейчас снимаем и бежим в укрытие. Итак, друзья, зоотроп работает для вас. Мы быстренько перебежали с нашей Виктории на улицу Большую Ирнаутскую под номер 60. Точнее, хотя это, конечно, вроде как номер 58, но вы знаете, что номера менялись, сдвигались и так далее. Здесь есть уникальный, в неоклассическом стиле, ориентировочно 1903 года, вот такие вот флагодержатели. Конечно, он, к сожалению, уже опять-таки закрашен, замурован. И не видно, что здесь был когда-то висюлька-цветочек. Здесь был тоже как в виде броши все это. Но, увы, все это в печальном виде. Вот в таком. Но, как есть, мы вам показываем все честно, открыто и откровенно. Итак, зоотроп и его команда работают для вас. Я надеюсь, вам сегодня был интересен наш такой быстрый экспромт прогулка по городу. Мы с Викторией старались показывать вам все самое интересное и самое актуальное. Итак, до новых встреч в эфире. Пишите, что вам еще интересно показать. И интересно ли вам такие подборочные видео по Одессе и по другим городам, соответственно, Украины. Итак, спасибо, что вы с нами. За каждый донат, за каждое приятное слово. Со второй стороны он выглядит вот так. Тут немножко висюлька еще видна, но тоже весьма печально и плачевно. Он, конечно, не такой большой и грациозный, как те драконы, которые мы вам показывали с языками, но имеет право на жизнь. Еще, вы знаете, находясь возле этого дома на Арнаутской, хочется напомнить вам, что когда вы ходите по Одессе, да и по другим историческим городам Украины, да и не только Украины, смотрите всегда не только под ноги, но и что у вас над головой. Смотрите, вот какие сверху там красивые лепнины и все, но и шикарный огромный широкий карниз. И эти карнизы иногда вот так вот падают вниз. Вот они лежат на земле. Это как раз та самая карнизная часть, которая недавно падала и так ее здесь и оставили валяться. Поэтому берегите себя, помните, что иногда это очень небезопасно. И так теперь точно все. Зоотроп работает для вас.